Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы возвращаемся в охотничьи угодья игры The Hunter Call of the Wild. Продолжаем охотиться и добывать животных вместе с нашим верным четвероногим другом Лешим. В прошлой серии мы, достав с чердака старые дедовские рычажки и мушкет, отправились на охоту в долину Юкона. Неплохо поохотились, добыли разные трофеи, среди которых была медведица Гризли Альбинос, достаточно редкий окрас. Но больше всего, конечно же, запомнилось нападение очень агрессивного волка-одиночки, который чуть было не загрыз нашего охотника, при этом Лешего он не испугался и только очередной выстрел остановил этого разъеренного хищника. Сегодня, друзья, нас ждет интересная и необычная охота. В прошлой серии я говорил о том, что у меня есть одна задумка, и в этой серии мы попробуем поохотиться с собакой новым способом. Леший сегодня у нас главный герой и будет полностью выслеживать нам добычу. Суть в следующем. Как вы знаете, собака способна продолжать выслеживание животного даже тогда, когда кровотечение прекратилось. Мы не раз это наблюдали, и зачастую Леший нас выводил прямо к подранку. В этот раз мы будем намеренно делать подранка в самом начале и пускать Лешего по следу. А уже после того, как Леший выведет нас на животное, мы будем его добывать. Но чтобы быть уверенным в том, что подранок не ляжет даже от ранения не в жизненно важный орган, мы первый выстрел будем производить из винтовки Верант 22-го калибра. Кровотечение при повреждении таким калибром минимальное и со временем прекращается. Вот это нам и нужно, чтобы Леший продолжал выслеживание по следу. Охотиться мы будем в заказнике Серебряные вершины. Очень красивый заказник, очень просторный, много разнообразных животных. Это, наверное, второй или третий заказник там по списку в моем топе, так скажем. Первый, конечно же, Долина Юкона. Потом, может быть, Лейтон Лейк или Серебряные вершины. Ну, какой-то из них. Может быть, Лейтон Лейк и Серебряные вершины делят второе место между собой. Очень мне нравятся именно североамериканские заказники почему-то. Ну что ж, друзья, давайте отправляться на охоту на поиски нашего первого животного и посмотрим, будет ли интересно охотиться подобным способом. В нем, конечно же, есть и плюсы, и минусы. Давайте об этом поговорим чуть позже. Для начала давайте поговорим о том, какое оружие мы будем использовать в этой охоте. Конечно же, винтовка Верант 22-го калибра, потому что без нее, собственно, ничего у нас с вами не получится, не получится поохотиться подобным способом и реализовать мою задумку, посмотреть, насколько она вообще жизнеспособна, так скажем. Для охоты на средних животных, будем так делить их, средние и крупные, мы будем использовать FL Sporter калибра 303, и на крупняк у нас с вами будет Кеннинг Магнум 300. Давайте посмотрим, где-то впереди сейчас я слышал, по-моему, то ли велорога, то ли какое-то небольшое маленькое животное. Немножко надо присмотреться, кто его знает. Может быть, наш первый трофей уже поджидает нас где-то впереди. Так, пока не видно. Ладно. Хорошо, я думаю, что сейчас мы с вами придем на Кунтьозеро и там уже осмотримся. Я думаю, что трофейчик мы с вами обязательно где-то сейчас найдем. Первый трофейчик, чтобы попробовать наш экспериментальный способ охоты. Так вот, что касаемо плюсов и минусов. Ну, плюсы, естественно, очевидны. Леший у нас будет полностью выслеживать нашу добычу от начала и до конца. Когда кровотечение прекратится, леший должен идти далее искать животное. Так, смотрите. У нас велорог переместился немного, да? Я просто определял его здесь сейчас. Да, кажется, я его вижу. Кажется, я вижу наше первое животное, нашу первую добычу. Так, есть, есть велорог. Так, кто у нас там? Давайте попробуем определить его. Да, тоже троечка велорог. 200 метров примерно. Смотрите, давайте, наверное, сразу и попробуем. А вот еще, кстати, у нас кто-то, да? Двоечка. Вапити скалистых гор двоечка. О, слушайте, это интересно. Ну, где один вапити, там и второй должен быть. По-хорошему. Давайте мы лучше, наверное, сейчас переключимся на вапити. Трофей определенно интереснее, хоть и двойка. Двойка как бы такой. Больше на велорога похож. По рогам. Но мы попробуем. Попробуем поохотиться сейчас на вапити. Я думаю, что он рано или поздно должен выйти вот из-за этого пригорка. Из-за складки местности, в которой он там сейчас провалился. И продолжим разговор о плюсах и минусах. Значит, плюсы. То, что собака у нас будет выслеживать животное с самого начала. Даже тогда, когда закончится кровопотеря. А, у нас там появился теперон, да? Собака все равно продолжит выслеживание и нас выведет рано или поздно к животному. Мы уже знаем примерно поведение нашего лешего, когда он там останавливается, когда он идет быстро, медленно и так далее. Так, смотрите. Хотел одного, в итоге вышел третий. Четвертый, пятый, десятый. Непонятно. Пробуем. Просто делаем выстрел из 22-го калибра. Выстрел, который никаким образом не повредит велорога и со временем кровопотеря закончится. Минусы подобного способа охоты. Минусы, друзья, в том, что первый выстрел мы делаем неправильным боеприпасом. Соответственно, давайте отправим лешего по следу и продолжим наше общение. Соответственно, одну проверку мы уже с вами не проходим. Именно по боеприпасу. Это не страшно, в общем-то, потому что, если ты видишь, допустим, максимальную сложность, естественно, мы не будем пытаться там верантом портить себе предполагаемый бриллиант. Мы попробуем добыть его нормально. Далее я немного прокачал нашего лешего за кадром. Давайте сейчас вам покажу. Теперь у нас леший 20-го уровня, и я взял ему вот такую способность. Иногда собака может отметить раненое животное, которое вы выслеживаете. Я считаю, что это очень классная способность. Посмотрим, как она работает. Я уже видел, как она работает, но хочу показать и вам. Убедимся, что кровопотери у нас минимальные. Так оно и есть. Верант не способен серьезно повредить велорога. Даже велорога. Мне кажется, он даже лису не способен серьезно повредить. Когда-то я пробовал вроде бы стрелять по этим животным. Но нет, ничего особенного он не делает. А велорожек-то наш вот он. А, 50-75. Вы посмотрите, кстати, сменилось немножко. Но я думаю, что леший сейчас выведет. Он постепенно должен нас вывести. Несмотря на то, что мы даже знаем, где находится это животное. Решил почему-то поохотиться именно в серебряных вершинах. Как-то вот, не знаю. Для этой задумки, мне кажется, очень хороший заказник. Очень просторный. Много животных. Большое разнообразие. Мне очень нравится. Посмотрим. 75-100. Смотрите, да. Там уже видели 50-75. Я хочу, чтобы леший подсветил велорога. Я вижу, где он примерно находится. Но хочу, чтобы это сделал леший. И смотрите, да. Он уже... А, нет. Побежал вновь. Хотел сказать, что он не бежит. Нет. Он побежал вновь. Сейчас попробуем немножко дальше пройтись. Давайте нейтрализатором запаха попользуемся. Хотя ветер дует нам в лицо. Но никогда, как говорится, не будет это лишним. Кстати, а там у нас кто? Ну-ка, дайте посмотрю. О, каков красавец. А ты смотри. Ну что ж, друг, ты у нас номер 2. Стой там. Я скоро приду. У меня давно была уже такая задумка, как бы вот заставить собаку ходить по следу, да, постоянно. Не только по кровавому, а именно ходить и выслеживать нам животное. Так, я-то вижу велорога на самом деле. Но проблема в том, что леший не хочет нам его подсвечивать, да? Велорог-то вот он впереди бегает. А, недопустимый цвет, смотри, собака, да? Кстати, все спрашивали, что будет, если собаку выстрелит. Давайте мы, наверное, не будем мучить нашего лешего, потому что велорог какой-то слишком вялый. Я бы сказал, что он не велорог, а вяло-рог. Очень как-то вяленько он убегает и не хочет, в принципе, вообще этого делать. Давайте мы заберем добычу. Первая пулька, да, у нас шла, конечно же, в легкие, но она не способна пробить. Ну, вторая, конечно же, да, вторая протыкает насквозь. При этом, смотрите, да, у нас неподходящий боеприпас. Но в этом нет ничего страшного, я думаю. Для экспериментальной охоты можно немножко нарушить правила игры. Да, давайте, наверное, так и сделаем. И просто попробуем поохотиться, повыслеживать животных. Сейчас попробуем добыть того бизона, но будем добывать, конечно же, его интересным способом. Он стоит прямо, да, прямо у нас рядом с опорным пунктом. Давайте переместимся. Дадим ему разок верантам, бизончику. Естественно, мы ему ничего не сделаем. Но главное, чтобы он не агрессировал. Главное, чтобы он убежал. Убежал и побежал. Все. Одну пульку мы ему дали. И сейчас будем пускать лешего в последу. А с другой стороны, может быть, конечно, заказник серебряной вершины. Для такой задумки может быть не лучший выбор. Почему? Потому что здесь достаточно просторно. То есть мы так или иначе видим, куда убегает животное. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, что подобным способом мы поохотимся и в других заказниках в том числе. Да, вот мы видим, куда бежит наш бизон. Да, это уже получается не очень интересно. Надо где-то вот на грани с лесом, наверное, делать первый выстрел, чтобы животные уходили куда-нибудь в леса. Так-то бизона, допустим, не проблема добыть. Но я хочу, чтобы кровотечение закончилось и собака пошла уже непосредственно по следу. А бизончик-то где, кстати? Бизончик-то вот он бежит, да, получается. Да, нужно нам его немного загнать. Немного напугать, чтобы он прям хорошенько так притопил и убежал. И мы тогда сможем пойти по его следу. Не знаю, сколько будет трофеев, друзья, в этой серии, потому что сам способ достаточно долгий добычи. Но должен быть интересным. Особенно вот тогда, когда животное будет уходить в густые леса, где мы не сможем его догнать. А здесь, как в вот же твиде, да, животное... Бесполезно. Вон он. Бежит. Хоть бы что. Подбодрить его, что ли, свистом, я не знаю. Ну-ка давай быстрей. Быстрее, мы видим тебя. Скорее прячься, бизон. Хотя с другой стороны тоже, да, наверное, давайте мы не будем затягивать. Все, вот это вот, потому что суть способа в том, чтобы животное убежало где-то и перестало нервничать. Ну, хотя бы перестало пугаться, да, чтобы успокоилось, перестало бежать. И тогда уже леший будет потихонечку выводить. Эти крики всегда напоминают мне индеек. Леший будет потихоньку выводить нас к трофею. А таким образом получается, что мы просто бежим за спиной этого бизона. И, в общем-то, суть всего способа немножко теряется пока что. Поэтому сейчас мы с вами как-то попытаемся настичь этого бизона. Он подставится удобной позой. Мы добудем его и пойдем искать следующий трофейчик. Просто пока он убегает, мне кажется, собака не будет вот эту принимать позу выслеживания, да, такого, когда она медленно-медленно крадется. Я думаю, что вряд ли. Пока бежит бизон, собака будет бежать за ним. А тем временем, смотрите, да, кровотечение прекратилось. И бизон ушел в лес. Собственно, то, что нам и нужно, в общем-то. Кровотечение больше на земле я не наблюдаю. Значит, все. Значит, мы дальше идем аккуратно. Не шумим, выслеживаем добычу. Вот сейчас, собственно, суть моего способа охоты должна раскрыться на все 100%. Еще леший должен подсветить нам бизона. Он подсвечивает его белой подсветкой. У меня стоит фиолетовая. Леший подсвечивает белой. То есть, моя отключенная подсветка не влияет на подсветку с собакой. То есть, это делается в любом случае. Собака в любом случае подсвечивает трофей. Ну, точнее, подранка. Возможно, такой способ охоты будет интересен кому-нибудь из вас, да? Когда вы делаете просто один выстрел такой, не очень правильный и не очень нужный. Но при этом, рано или поздно, вы заставите идти собаку по следу. Вот как сейчас, да? Кровопотеря закончилась. И леший выслеживает прям по следу. Возможно, кому-то, кому не важно, там, тир, не важно, настрел, количество трофеев, да? Будет интересно именно вот таким способом походить, поохотиться. Бизона вижу. Но леший пока... Кстати, какой у него статус? Давайте посмотрим. Убегает, да? Нет, немножко не то. У него должен смениться статус. Убегает на что-нибудь другое. Нервничает там или встревоженное. Что-то подобное. Так, ну что, дружок, пошли, пошли. Пойдем дальше, выслеживай. Ну, по-хорошему, по идее, вот сейчас я увидел, можно было бы добывать его, да? Но я хочу, чтобы прям вот все было, по-моему, так скажем. Не знаю, возможно ли это на все 100%. Я один раз попробовал за кадром таким способом поохотиться. Да, меня вывел леший и подсветил мне подранка. Это было здорово. Но более я не пробовал это в нескольких случаях именно в системе, чтобы постоянно так делать. Вот, смотрите, он его подсветил, видите, да? Вот здесь бизончик засветился. Вот, вот, вот он, суть этого способа. Вот в чем. И, по-моему, леший, да? Нет, он остановился, наверное, потому что остановился я, да? Скорее всего. Интересно, а как часто он подсвечивает? Есть ли у него какое-то КД внутреннее на этот навык? Пошли, пошли, красавчик, пошли. Мы должны с тобой выследить этого бизона. Этот способ, наверное, все-таки действительно подойдет больше для густой какой-то растительности. Вот, опять подсветил, смотрите. Слушайте, ну классно. Ровно вот именно этого я и хотел. Очень круто. Работает, работает экспериментальный способ охоты. Но, конечно, с этой позы нам с вами не добыть пока что. Но мы будем красться. Будем красться, будем отыгрывать сегодня роль аккуратного, осторожного охотника. А подсвечивает, кстати, достаточно далеко. Метров, наверное, за 80, может быть, даже дальше. Сложно пока понять примерно радиус подсветки, да? Ну вот, давайте возьмем бинокль сейчас с дальномером. Тогда, когда леший очередной раз подсветит нам животное, мы попробуем расстояние определить. Так, бизон пока бежит. Стоп, 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 остановился, все. Вот сейчас желательно нам его забрать, потому что уже достаточно долго идем. Давайте попробуем подождать, когда леший нам его подсветит. И будем брать. Сложно понять, как он стоит. Давай-давай, леший, давай, пошли. Состояние нервничает. Кстати, он ест. Ну что, леший, подсвети, дружок, подсвети. Хочу понять, как он стоит. Когда-то давно, когда мы с вами на стримах обсуждали, зачем вообще в этой игре собака, да? Что она будет делать, я высказывал одну вот. Из таких, ну, одно из таких занятий для собаки, да? Подсветка трофея. И разработчики это реализовали. Не знаю уж, вряд ли они, конечно, услышали меня. Я думаю, что это очевидно, наверное, не только мне, что собака подсвечивает животное. Но это классно, на самом деле. Так, я сомневаюсь, что мы подойдем слишком близко к Бизону, поэтому давайте попробуем его просто добыть. Я думаю, что все. Скорее всего. Леший два раза нам его подсвечивал. В принципе, помогает, на самом деле, спозиционироваться в плане трофея. Так, нет, не то, не то, не то, не то. Случайно нажал на кнопочку. Все, погнали. Леший погнал по-быстрому. Все. Я думаю, что сейчас у нас сложности не возникнет, и мы с вами выйдем четко на наш трофей. Вон он лежит уже на дороге, я вижу. Хорошо. Но сделаем так, чтобы Леший его нашел. Хотя Леший прокачивается, кстати. Ну, в принципе, Леший, да? Это у меня собака. Собака прокачивается от нахождения кровавых пятен. То есть, когда она находит кровавое пятно, она получает опыт в этот момент не на нахождении трофея. Я это обнаружил, когда играл за кадром. Здесь вот есть такая полосочка, да? Спутник. Это, собственно, и есть уровень. Основной уровень нашего главного героя. Нашей собаки, черт возьми. И когда мы с вами... Запомните 32, да? Когда мы найдем следующий кровавый след, я покажу вам. Не на поиске добычи, а на поиске кровавого следа прокачивается. Да, первый выстрел у нас был куда-то туда, но второй был абсолютно правильный и верный. При этом проверку мы, конечно же, не проходим одну, но в этом нет ничего страшного. Леший, ты, красавчик, молодец. Отдохни. Нако, подкуши что-нибудь. Так, и что еще тебе сделать? Давай поглажу немножко, потреплю за щечки. И мы отправимся дальше. Так, а дальше предлагаю, знаете, куда? Здесь хорошее озерцо, там куча животных всегда. Не проблема найти. Я думаю, что прямо сейчас, когда мы перелетим, там уже должны быть толпы животных. Сейчас чуточку поближе подойдем. Попробуем посмотреть. Да, вот уже стая велорогов здесь. Стадо, наверное, правильнее говорить. Ох ты ж, ох ты ж. Что делается, люди добрые? Вы только посмотрите. Это серебряные вершины, друзья. Это серебряные вершины. Ну, интересных как-то там не очень много, да? Сейчас немножко еще здесь походим, посмотрим. Может быть, в Апите где-то есть? Но, по-моему, еще пока не сезон для них. Ну, в смысле, не время. Но животных огромное количество, конечно, смотрите. Возможно, там и где-то притаился бриллиантик, в принципе, такое может быть. Потому что их, ну, очень много. Каждого, конечно, пощупать это надо. Терпение и время. Там что, там ничего? Вроде нет. А, смотрите, да, четверочка какой. Хороший, хороший. Я думаю, что, наверное, мы с вами сейчас на него положим глаз. И, может быть, попробуем его подранить прямо вот отсюда. Расстояние приличное, но, может быть, нам повезет, и мы сможем в него... Попасть. Не знаю, мне кажется, нет. Мне кажется, не попал. Скорее, напугал его, да? Не знаю, непонятно. На самом деле, непонятно. Убегает, да? У меня получалось такого расстояния попадать. Это, конечно, сложно, но получалось. Сейчас немного выйдем вот сюда. Ничего страшного. Даже если я попал в него, все равно кровопотери там не будет. Все равно он выживет и вернется рано или поздно сюда. Попытал, как говорится, счастье, но не прокатило. Ничего, такое тоже бывает. Если что, мы с вами какой-нибудь велорожика вот отсюда добудем. Но я хотел немножко их переполошить специально, да? Чтобы рассмотреть, может, среди них есть интересные образцы. Вроде по ощущению нет, троих очень много, да? А в итоге хороших каких-то я не наблюдаю. Посмотрим здесь. Кто у нас имеется? Рано или поздно мы, конечно же, найдем какой-нибудь интересный трофейчик. Ну вот, да, троечка чернохвостый. В общем-то, нам не важно, какой, да, для нашего способа. Хоть сам их стреляй, потому что сам процесс скорее более важен, чем конкретный какой-то трофей. Поэтому давайте мы сейчас аккуратно с вами подойдем к этому оленю. Расстояние уже хорошее, в принципе, можно стрелять. Можно стрелять и смотреть, куда он пойдет. Ну вот, куда-то я ему попал, не суть. Куда? Это не важно. Внизу кто-то у нас разбегается, да? Очередные велороги. Количество опять 100 штук, не меньше. Пока олень уходит, пусть даже уйдет, мы ему дадим, как говорится, фору небольшую. Пускай он уйдет, а мы с вами еще немного здесь по берегам посмотрим. Но там достаточно далеко, да? Да, там слишком далеко для того, чтобы определить, если там животные. Они наверняка там есть какие-то, но пока сложно понять. Они там еще не прорисовываются. Да, есть очередные велороги, да? Да, кажется. И, по-моему, немало там их. Ну что ж, отправляемся. Пускаем лешего по следу и смотрим, что у нас будет происходить дальше. След увел в леса. Отлично, друзья, то, что нужно. Я думаю, что суть этого способа раскроется именно в густой растительности. А там, смотрите, предупреждение от медведя. Вот это да. Давайте-ка рассмотрим. Вот наш леший. А где-то здесь у нас имеется мишка, да? Пока не видно, но я бы, знаете, заранее, наверное, сделал бы себе следующий. Следующий трофей следующего подранка. Так, друзья, леший изменил позу. Олень где-то прямо перед нами. Давайте попробуем рассмотреть. Может быть, повезет, и леший нам его подсветит. Даже крик был вот откуда-то отсюда. Но, по-моему, олень бежит, мне кажется. Или быстро идет, или бежит. Потому что леший снова вернулся к обычной своей походке. Да, и опять, смотрите, опять остановился, замедлился. Ну что ж, давай, красавчик, давай. Ты сегодня у нас главный герой этой охоты. А вот он и олень. Не знаю, куда попал, по-моему, неплохо. Сейчас посмотрим по пятну. А нет, не очень хорошо попал. Легкое ранение, да? Олень все-таки почуял нашего охотника, его собаку, да? И выбежал наперерез. Причем как-то он в какой-то момент времени прям замедлился, было видно, да? Приостановился слегка. Есть у меня подозрение, друзья, что олень уже лег. Потому что появилось пятно примерно в том месте, где мы с вами стреляли первый раз. Давайте попробуем сейчас пробежаться побыстрее. И посмотрим, выведет ли леший нас прямо к подранку. А уже, возможно, даже к трофею. Да, леший уже сидит у трофея, по-моему, насколько я вижу. И зовет нас, усиленно зовет своего хозяина. Ну что ж, давайте поднимем, посмотрим, что получилось со вторым выстрелом. Ну да, второй пошел по мягким тканям. И вот в чем, собственно, суть, да? Почему я использую веран для первого выстрела. Потому что второй выстрел так или иначе завалит животное, да? Смотрите. В мягкие ткани. При этом FL-спортер 303-го калибра спокойно добывает чернохвостого оленя даже в мягкие ткани. Ну, трофей как бы так себе, ничего особенного. Но я сейчас в этой серии и не за трофеями, в общем-то, гоняюсь. Скорее, за интересной атмосферой всего происходящего. Вы знаете, есть в этом какой-то азарт, честно вам скажу. Я, конечно, буду вот этот путь монтировать. Потому что целиком его показывать, ну, не всегда. Это нужно, удобно, много. Просто бежишь. Времени, тем более начало выслеживания, оно всегда такое, как бы... Когда еще собака бежит по следу, первое время, не очень интересно. Именно по кровавому следу бежит. Далее, когда она уже непосредственно начинает выслеживание, тот момент, когда кровь останавливается, вот это, пожалуй, самое интересное во всем этом процессе. Но все равно, порой это действительно очень долго. Давайте посмотрим, что у нас вот здесь. Потому что там хороший простор и хороший обзор. Вполне возможно, что мы можем выйти на какую-нибудь мишку. Ухает кто-то, мне кажется, да, периодически. Что-то такое было. Сейчас просто слегка здесь осмотримся и переместимся, наверное, обратно. Может быть, тот чернохвостый олень вернулся на водопой. К озеру, которого мы первый раз хотели с вами добыть. Но по которому я промахнулся, оно и неудивительно. Верант не предназначен для стрельбы на такие сверхдальние дистанции. Ну, для него сверхдальние, конечно же, для веранта. Для обычной винтовки это обычная дистанция. 300 метров. Да, смотрите, мы с вами находим красавчика, мишку. Ну что, немножко сойдемся для первого выстрела, да, дальше посмотрим. Главное, чтобы мишка не заагрессирован слишком сильно. Я думаю, что сократим расстояние где-то метров до 150. По-моему, 150 метров это первая точка у веранта. Уже можно пробовать стрелять. Сейчас проверим. Если нет, просто вдогонку дадим несколько пуль. Да, попадаем куда-то туда. Неважно куда, мишка убегает. Отлично. Все, давайте идем сейчас с вами на место попадания и оттуда начинаем наше выслеживание. Подходим примерно к месту, где первый раз попали по медведю. И давайте вот сейчас я вам покажу, да, как качается собака. 43 процента. Мы с вами сейчас отдаем ей команду на поиск следа. Взять кровавый след. Причем я заметил такой момент, что когда собака берет след, она издает небольшой звук. Такое небольшое гавкание какое-то. Вот как сейчас, например. А когда не может найти, по-моему, никакого звука она не издаст. Опять же, это может быть рандом, на самом деле, появление подобных звуков у собаки. А может быть, кстати, и это как-то взаимосвязано. Ну что ж, было у нас 43 процента, стало 47. 4 процента за то, что собака находит кровавый след, мы сейчас с вами получили. Я пробовал даже, знаете как? Я пробовал ее подзывать к себе обратно. Снова отдавать ей команду на поиск кровавого следа. Снова подзывать, снова отдавать. Но в итоге так не прокатит, так не качается. Собака, иначе можно было бы на одном кровавом пятне прокачать собаку там не отходя. Отказы, как говорится. Ну что ж, продолжаем выслеживать медведя, продолжаем бежать по следу. Очень сложное выслеживание, друзья. Леший подолгу сидит на одном месте, ходит кругами, вынюхивает очень все долго. Но в какой-то момент он приник к земле, и мы уже, скорее всего, подходим ближе к медведю. Но медведь, очень сложное к выслеживанию животное, плутает безумно. Крутит, вертит что-то постоянно, закручивает следы. Нереально его выследить нормально. Но я знаю, что он где-то впереди, он уже один раз оттуда ухнул. И леший тоже это знает, он его чувствует. Да, мишка рядом, вот он. Леший, дружище, подсвети, будь добр. Сейчас мы с тобой будем добывать его. И вот, собственно, момент добычи вот сейчас, друзья. Первый выстрел это так. Для того, чтобы спугнуть медведя и усложнить себе задачу. Но самое настоящее выслеживание добычи начинается прямо сейчас. Кстати, смотри-ка ты, да, олененок тут неплохой такой. И степной бизон, смотри, есть, вот это да. Троечка, интересно. Внимательно смотрим вперед, чтобы не пропустить подсветку. Бизон нас не интересует, олененок не интересует, нас интересует только медведь. Леший, красавчик, смотрите, крадется, да? Молодец. Но, по-моему, медведь разорвал вот эту вот дистанцию, на которой леший крадется. И леший снова засуетился, задвигался. Вот он, вот он, друзья, вот он, наш медведь. Это он, сто процентов. Дикий, бешеный медведь, жесть. Он сейчас метался, да, смотрите. Леший, ты молодец, а ну, давай, заверши, заверши это выслеживание, давай. Найди мишку. Молодец, все, красавчик, все, он понял, наконец-таки, что мы его добыли. Мы вышли на него, он это понял. Так, ну что, неплохо, смотрите, достаем легкое, да? Естественно, мы одну проверку не проходим, но, собственно, не в проверках сейчас суть. Главное, что леший в очередной раз вывел нас к медведю. Красавчик. Все четко сделал. Ну что ж, наверное, давайте не дадим вот этому степному бизону слишком далеко уйти и... Сделаем себе очередной трофей для выслеживания, точнее, очередного подранка. Настиг я, друзья, в итоге степного бизона. Вот он впереди бежит, давайте сделаем по нему хотя бы один выстрел. И все. И отправимся на его выслеживание. Дадим ему небольшую фору, чтобы он побежал основательно куда-то. Ммм, индейки, индейки родные, хоть бы одну увидеть, попробовать, как леший их находит. И нет ли вылетов из игры, потому что на птице раньше до патча были вылеты из игры. Так, ну что ж, давайте посмотрим, кстати, 52%, да? Давайте отправим на поиск крови, посмотрим, сколько процентов он сейчас получит. И обратим внимание на момент, когда он очередной раз издал звук, да, леший. Кстати, попробую специально сделать вообще где-нибудь, в любом рандомном месте, без кровавых пятен, попробую отправить его. Поискать кровь, что произойдет, издаст ли он звук, мне просто интересно. Возможно, по этому звуку можно просто ориентироваться, да? Что у нас вообще происходит? Так, вижу лешего, посмотрим, сколько процентов получили. Было 52, 3% получили, не так уж и много на самом деле, ну ладно, ничего страшного. Так, ну что ж, друзья, отправляемся, отправляемся в очередное мини-путешествие на поиски подранка. Смотрите, леший подсветил нашего бизона уходящего. Но хочу от себя сказать, что степной бизон все-таки не то животное, на которое интересно охотиться подобным способом. Почему? Потому что они медленные. Я уже его пятый раз замечаю прям перед собой, буквально метров там, не знаю, в 20-30. Он, по сути, не бежит, он просто идет, как бы таким быстрым шагом, так скажем, ну или бежит медленным бегом, я даже не знаю, как правильно выразиться. Но леший его подсветил. Что интересно, особенность вот эта способность, точнее, лешего подсвечивать подранка, она, ну, немножко с изъяном. Там написано, что он это делает иногда, то есть не всегда и не постоянно. И действительно, вот мы с вами наблюдаем уже на протяжении всей охоты, что подсветка появилась, ну, не так уж и часто, да. Оленья не подсветил, медведя не подсветил, в общем-то, подсветил, опять же, вот, пару раз бизона первого, да, которого мы с вами выслеживали, и подсветил сейчас бизона. Так, посмотрим, кто здесь у нас. Двоечка, самец, хорошо. Надежда на то, что бизон рано или поздно сейчас остановится, но, в принципе, я его вижу, друзья. Наверное, не будем мы затягивать этот процесс, да. В общем-то, леший вывел нас, так скажем, в нужном направлении, поэтому давайте попробуем добыть. Посмотрим, что у нас получится. Скорее всего, это наш подранок, я думаю. Да, 25-50 определенно, это наш. Ну, в смысле, как я определил, да, не знаю. Ну, я думаю, что наш, потому что в этом направлении уходил только один бизон. Падает? Да, падает, отлично. Ну что, леший, давай-ка мы тебе сейчас упростим задачу. А, блин, опять не та кнопка, что-то, не знаю, на непривычную клавишу как-то я стал нажимать сейчас по поводу отдачи команды собаки. Так, ну все, находит. Я думаю, что это наш, по-любому, это наш подранок. Тот, которого, собственно, мы и выслеживали с самого начала. Ну, а пока идем, давайте немного осмотримся. Что у нас здесь есть? На просторах серебряных вершин. Ну, там определенно кто-то будет, да? Вот с Мишкой здорово получилось. Если бы еще он его подсветил, это было бы просто идеально. Но, видимо, подсветка подранка уходящего, это скорее редкость, я думаю. Не всегда он это делает. Да, действительно, это наш трофей. Второй выстрел был по-легким. Отлично. Забираем. Самец троечка. Так, предлагаю, наверное, подойти ближе к вот этому озеру. Пока еще расстояние довольно большое. Но я думаю, что подойдя ближе, мы с вами там должны кого-нибудь интересного найти. Решил через опорный пункт переместиться на озеро, немного осмотрелся. Бизоны есть, велороги, опять же. Но, друзья, есть и куда более интересные трофеи. Вопите скалистых гор. Вот они, красавчики, стоят. Давайте, наверное, сейчас как с вами сделаем? Попробуем даже, может быть, их приманить. У нас есть манок. Собственно, маночек тот же самый, что и на оленя Рузвельта работает на этих животных. Давайте попробуем сейчас замаскироваться и немного их поманить. Хочу выбрать, так скажем, выбрать себе интересный трофеечек. Ну, несмотря на то, что, конечно же, я его проверкой запарю, да? Но не в этом суть, как говорится. Суть в рогах, особенно у рогатых. Там, неважно уж, получится из него что-то интересное в плане золота, бриллианта или еще чего-либо подобного. Главное нам с вами заполучить в свою коллекцию этот трофей. Если он будет очень хороший, конечно же, мы с вами сделаем из него чучело. Потихонечку уйдут в аппите. Давайте смотреть, какие. Четверка. Вот это какой-то прям, смотри, вообще, да, классный. Ну, просветись, тоже четверка. Интересно. А вы знаете, мы же можем сделать и парочку подранков, да? Сходить сперва по следу одного, потом по следу другого. Я думаю, что это будет интересно. Вот этого хочу просветить, тоже непонятные какие-то рога у него там. Это двойка, да? Совсем никакие ребята. Вот этот, наверное, и вот этот, более-менее интересные трофеи. Остальные как-то не очень. Два, три, четыре у нас с вами сложности, а пятерка у него максимальная. Насколько мы помним. А там у нас ухает брачный зов велорога. Так, вот этот будет упорно прятаться за кустами. Что-то не делай, он прям будет четко там стоять. Ну, в принципе, друзья, мы можем сделать двоих. Два подраночка. И потом прогуляться за каждым. Давайте, наверное, вот так и вот так. Сделаем. Пройдемся по следу одного, потом по следу другого. Дадим им сейчас конкретно основательно разбежаться. Пускай они расходятся куда-то там, прячутся. Ну, а мы потом пойдем их выслеживать. Что, леший друг мой? Дорогой, давай-ка мы тебя потрепим. Что там у тебя? Да, можно тебя немножко подкормить и поиграть, чтобы сердечки восстановить. Пока разбегаются в аппите, мы сейчас с тобой тут немножко понежимся. Так, смотри-ка, похвалить, да? А ну-ка, леший, стоять. Стоять, дорогой мой, не спеши. Почему-то бодрость все время высвечивается, а сердечки практически не высвечиваются. Не понимаю, в чем прикол, но вот у нас полная, да, по идее. На, еще тебе косточку. Но почему-то не всегда у нас на экране появляются сердечки. Точнее, в последнее время не появляются вовсе. А, так там еще был, да, один? Или их там в итоге больше, чем я думал? Ладно, не суть. Пошли. Пускай им лешего сейчас по какому-нибудь следу. Я думаю, что, наверное, даже вот отсюда. Да запарил ты эту кнопку жать-то постоянно. Шпилки, что ты? Забыл, что ли, как играть? Ну, забыл, и что? Бывает и такое. Вот, смотрите, очередной раз, да, он издал звук, наш леший. И побежал по следу. Бежал искать кровь. Так, подсветил нам леший трофей наш. Давайте, давайте будем брать, добывать. Все, он сделал нам правильно. Наша теперь задача добыть. Не будем долго ходить, долго искать, потому что у нас еще второй. Да, да, хорошее было попадание, отлично. Ну что, леший, продолжай. Продолжай выслеживать. Есть, конечно, еще один минус этого способа. Если животные медленные, вот, например, эти вопитии, они изначально даже практически не отошли от того места, где я первый раз по ним попал. Если животные медленные, то получается, что ты их видишь, да, и просто искусственно сам себе затягиваешь из-за собаки добычу. То есть, чтобы собака полноценно сработала, тебе нужно, по сути, стараться там не замечать вот этих убегающих оленей. Но по-хорошему, да, по всем меркам, ну, даже настоящая охота, если ты видишь животное впереди, да, особенно подранка, ты должен постараться его добыть. Так, ну что ж, леший, давай сработай. Сейчас, по идее, ты выведешь нас именно к трофею уже. Может, кровопотеря там была хорошая. Да, хорошее было попадание по легким. Все, отлично, молодец. Красавчик. Ох, а тут было вообще отличное попадание под углом. Пробили кучу органов. А, вот интересно, кстати, сейчас собака сможет пойти по следу? Хм, нет, не сможет. То есть нам нужно вернуться немного назад, там, где еще были кровавые следы, и попытаться выследить второго нашего оленя. Я думаю, что у нас должно все получиться. Кто у нас там, кстати? Где-то еще Мишка ухал вот в той стороне. Неплохо бы просто хотя бы взглянуть на него перед тем, как идти искать след кровавый. Давайте так и сделаем. Ммм, индейка, да? Ах, вот это хочется, если честно. Кровавый след никуда не денется, я думаю. А индейку хочется взять. Вот она, родимая, ты смотри. 138 метров. А ну-ка, Верантик, не подведи. Свалилась, я думаю, по-любому. Вон она лежит, да, так и есть. Возможно, пошумели, скорее всего, убежал Мишка, я думаю, может быть, услышал выстрел. А мы с вами давайте посмотрим, вылетит ли сейчас игра, потому что многие жаловались на то, что она вылетает. Шпилкис, Шпилкис, выломай эту кнопку себе. Вот смотрите, какой, да, другой звук собака издает, когда ты отправляешь на поиск кровавого следа. Другой, не такой, как сейчас был, когда она его не нашла. Ну, в принципе, смотрите, что зайцев, что индеек у меня спокойно находит моя собака. Без всяких вылетов из игры. Хотя, друзья, не скрою, вылет из игры и у меня в том числе тоже есть. Не без того, конечно же. Киль. Интересно, да? Повреждаем киль. Индейки. Так, хорошо. Немножко осмотримся. Кто-то вот здесь у нас интересный есть. Ммм, в Аппите, да? Там у нас четверочка. Здесь куча велорогов огромная. Здесь. Здесь мишка. Это стопудово мишка. К бабке не ходи. Я не знаю, то ли правда на эту кнопку может переставить проще. Эту команду. А где-то у меня эта кнопка в какой-то игре часто используется. Да, скорее всего. А, шестерочка мишка, да? Так, леший, давай-ка. Давай-ка ты поищи кровавые следы, мы пойдем выслеживать в Аппите. Ну, скорее всего, я вижу, где он. Нам, наверное, выслеживать-то особо и не придется, в общем-то. Вот он. Вот он. Ну, давайте, ладно, добудем. Потому что здесь такие просторы, обзоры, что по большому счету и смысла нет, наверное. Нам с вами затягивать этот процесс. А вот интересно, как сейчас леший будет выслеживать? Очень интересно на самом деле. Мишка убежал? Ну да, шестерочка был, да? Угу. Но эти остались. И бизончик, наверное, тоже убежал. Либо по времени уже ушел. Ну что, леший, давай выводи, посмотрим. Ну да, смотрите, по-моему, он идет именно коленю, мне кажется. Потому что так-то они уходили в другую сторону от меня. Ну что интересно, леший не дурак и выявил что-то как добыча. Молодец. Красавчик. А мог бы пойти плутать, да? По тому следу, как они шли первый раз. Ну что, плюс два оленя еще в нашей коллекции сегодняшней. Хорошо. Давайте, наверное, попробуем на вот того мишку сходить. Вот их выслеживать интересно. Они очень путают следы. К сожалению, весь процесс я вам показать не могу. Просто потому, что это очень долго, друзья. Там минут, наверное, 10. Может быть, больше. Леший шел вот по следу первого медведя. Так, там у нас кто? Троечка. Олень. А вот, собственно, и мишка, да? Ну, как-нибудь сейчас мы с вами попробуем на перерез ему рвануть. Потому что туда-сюда он должен начать возвращаться обратно. Ну вот, собственно, оно так и есть. И нам бы сойтись метров где-то до 150, даже 200 меня устроило бы. Я бы попробовал его взять на таком расстоянии. Ммм, смотрите-ка, да, красавчики, какие пятерочка, шестерочка. Как здорово. Но, может быть, за тем и не пойдем, да? Зачем нам тогда идти, если у нас тут рядом есть пара мишек хороших. Ну вот, сделаем вот так вот. Опять же, простор слишком такой, да, большой. Для того, чтобы этих медведей потерять из виду. Так, там у нас пока только двое, да? Велороги в итоге встрепенулись, да, убежали. Но не все, там вот еще один стоит. Ммм, да, способ, конечно, интересный, черт возьми. Но не на 100% он подходит всем заказникам, к сожалению. А вот еще и троечка, мишка. Может быть, тогда лучше нам на вот этих двух забить? Потому что они, видите, они сейчас развернутся и пойдут обратно. Вот в чем смысл. А здесь простор довольно-таки такой серьезный и большой. Давайте мы, наверное, сейчас вот этого лучше медведя с вами возьмем. На нем сконцентрируемся. Потому что он наверняка побежит в лес, а, собственно, это нам и нужно. Именно в лесу подобным способом выслеживать, наверное, круче всего. И интереснее всего. Те два мишки, они в любом случае не свалятся, они будут жить. Ну, получили там по царапинке небольшой, но я думаю, что это не страшно. Ну что уж, идем на поиски вот этого подранка последнего медведя. Ну что же, друзья, а вот и первая неудача. Неплохо поплутал медведь, но леший, к сожалению, все-таки потерял след. Я думаю, что не стопроцентно леший может, конечно, выводить по следу, да, без крови. Ну вот, собственно, так оно и произошло. И такое редко, но бывает. Так что давайте, наверное, отправляться на поиски следующего трофея. Леший, пошли, ты все равно молодец. Все равно все сделал классно. Предыдущий трофей зато находил вообще безошибочно. Выводил нас к каждому из них. Вернемся, наверное, туда же сейчас. Не знаю, придет ли этот медведь или нет. Я думаю, что если придет, мы его просто добудем, да? Чтобы очередной раз не мучить его вот этими побегушками лишними. Так, а там у нас велорог. Нет, велорог это не то. Медведя интересно было выслеживать, несмотря на то, что леший потерял след. Но зато предыдущего медведя леший выследил. Но еще мне понравилось, как мы с вами выслеживали оленя. У нас впереди есть олень-троечка, да? Давайте мы его с вами сейчас наметим, так скажем, себе. В наши будущие трофеи. Вот таким вот точным выстрелом. Он уйдет в леса. Должен уйти в леса, потому что, ну, не побежит же он на меня, естественно. И это нам нужно. Именно вот это нам и нужно. Мы с вами сейчас пойдем по его следу. Олень недаром с медведями рядом обедает. Понабрался у них привычек плутать следы. Тоже здорово покрутил здесь, поплутал по лесам. То в лес зайдет, то выйдет из него. Леший периодически припадает к земле. Значит, олень находится где-то рядом, где-то очень близко. Но постоянно разрывается вот эта дистанция. И леший снова переходит на обычный легкий бед. Вот опять, смотрите, да, снова припал к земле. Но пока ни разу еще не подсветил. Я, собственно, жду этого момента, когда леший хотя бы один раз подсветит оленя, чтобы я примерно понял, где он. Но вот это самый, наверное, волнительный момент, когда леший останавливается. Ну, не то чтобы останавливается, да, начинает красться. Очень-очень медленно, как кошка на воробья. Это самый, наверное, волнительный момент, потому что ты понимаешь, что добыча где-то рядом. Но где, пока еще не понимаешь. Визуального контакта нет, но леший уже знает, где олень. Да, и чувствует его. Вот он, вот он наш олень. Отлично. Красавчик леший вывел. Даже несмотря на то, что он его не подсветил, все равно он вывел четко на животное. То есть вот своей вот этой позой он явно дает понять, что вот он, олень где-то здесь. Приготовься, охотник. Приготовься, хозяин. Сейчас я тебе уже подскажу наверняка. Ну, иногда подсказывает, иногда нет. Я имею в виду подсветку. Молодец, красавчик. Там бизон четверка, кстати, постоянно путался у меня под ногами. Так и хотелось его добыть все время. Плюс к тому, смотрите, да, то есть мы выслеживаем уже животное, которое подранено. Соответственно, у него меняется поза. То есть, в принципе, отличить от других животных его будет не так уж и сложно. Они немножечко другие. Молодец. Молодец, красавчик. Все ты сделал правильно у нас сегодня. Ну что ж, друзья, я думаю, на этом моменте мы с вами закончим эту серию, нашу сегодняшнюю охоту. Это была экспериментальная охота. Здесь не было цели настрелять как можно больше животных. Была цель проверить, насколько интересно было охотиться подобным способом. Напишите в комментариях, как вам понравилась, не понравилась подобная охота, делать ли еще подобную охоту. Я бы с удовольствием еще походил бы и в серебряных вершинах поохотился. Хотя, вы знаете, не совсем это подходящий заказник. Наверное, какой-нибудь Хершфельден с его густой-густой растительностью, лесами и так далее, подойдет куда лучше. О, Мишка сидит, смотри-ка ты. Ну ладно, зону потребностей возьмем, больше ничего делать не будем. Скорее всего, подойдет куда лучше для вот этой задумки. Опять же, может быть, какие-нибудь там парк Фернандо, да, тоже достаточно такой заросший заказник. Но вот просторные вот такие заказники, ну, как-то не очень подходят, да? Как выяснилось. Ну, собственно, это опыт, друзья. Это была экспериментальная охота. Я, собственно, ее попробовал вместе с вами полностью. До этого я попробовал всего лишь одно животное выследить. Выследил его вполне успешно. Ну, а с вами мы уже поохотились полноценно. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok